МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Я, подписчики канала Пластинка ТВ, конечно же, не мог пройти мимо такого грандиозного события в мире квестов, как выход новой части легендарной Сибири от Бенуа Сакали. И вот на ваших мониторах вы видите начальную заставку. Я думаю, что по клавише Enter, скорее всего, начнется игра автоматически, как это нынче модно, потому что все настройки у меня вылезли перед запуском игры в самой Винде. Давайте посмотрим, что нас ждет в новой части, и как Сакаль смог адаптировать свое творение под современные реалии игростроения. Лично мне это очень интересно. Я больше всего жду, конечно, от Новой Сибири в первую очередь проработанных персонажей, хороших диалогов и захватывающей, классной истории. Я не ожидаю, что здесь будет какая-то, знаете, суперграфика или еще что-то подобное, но надеюсь, что красота и обаяние Сибири из первых двух частей перекочуют и в третью. Давайте запустим игру. Я уже видел, что на Ютубе куча народу, конечно же, начали ее проходить. Уже куча видео есть, я немножечко подзадержался, как это у меня частенько бывает. Такс, а что-то я не вижу, где у меня курсор мышки-то, друзья. Так, клавиши на клавиатуре работают, ну ладно. Давайте проверим с вами настройки. Не забанится ли, интересно, у меня здесь музыка. Хотя, знаете, в чем фишка может быть? Вы же видели, что у нас на экране была надпись, что лучше использовать геймпад во время игры. Возможно, что здесь мышка вообще не используется. Я, кстати, не исключаю такой возможности. Так, музыка, сколько бы прекрасна она ни была, и я все-таки ее сделаю чуть-чуть потише на всякий случай. Вот я обычно, когда сам играю, выставляю примерно вот такие вот параметры громкости. Самое главное – это речь. Хотя она у нас здесь, насколько я понимаю, не переведена. То есть только субтитры у нас будут по-русски. Так, а что у нас сохранилось? Вроде сохранилось, просто у меня в наушниках ничего не поменялось. Так, уровень сложности. Путешествие. Вас интересуют сюжеты, вы хотите получать больше подсказок во время игры. Вы хотите испытать всю полную то ощущение, получая меньше подсказок. Ладно, для первого прохождения, для первого раза я все-таки оставлю подсказки. Пусть они будут, поскольку здесь наверняка будет какой-нибудь новый геймплей. Какой-нибудь QTE наверняка подвезли. Пусть лучше подсказочки всплывают. А, нет, вон язык и озвучение. Прости, господи, озвучение русский тоже. Прекрасно. Сохраняем. Возвращаемся в начало и запускаем новую игру, друзья. Я, честно говоря, даже и не мечтал, что нам будет суждено вернуться в мир этой замечательной игры. Так, мы подтверждаем уровень сложности. Все правильно. Да, сохранить этот игровой режим. Сегодняшнее видео, друзья, не претендует прямо на такое прохождение, вдумчивое еще что-то. Я первый раз запускаю игру и просто хочу посмотреть, как же здесь все происходит. Как здесь все устроено. Но прохождение на моем канале до конца обязательно будет, так что следите за новыми видео. Загрузочка долгая. Игра, кстати, весила в Steam. Я скачал, по-моему, гигов 37, что ли. Да, в 2004 году вышла вторая. Сибирь, она, по-моему, была на двух CD-дисках и весила, типа, там, гигабайта полтора. Сейчас такие объемы... ...непривычны совершенно. Когда даже какие-нибудь фильмы и сериалы весят больше. Что-то за заснеженные создания вот эти такие, смотрите, а? Сова-разведчик. У северного жителя. И какая-то еле живая Кейт вот здесь лежит. Сейчас ее вот эти вот местные колобки спасут. Извините, что за такие сравнения, но они правда как колобки такие катятся, блин. Вот заставка напоминает такой модный нынче стиль рисования в некоторых мультфильмах. Когда у вас такое, как бы... Как бы 3D и не 3D одновременно. Сейчас посмотрим, как в самой игре интересно будет. Не, ну смотрите, у них тут, вон, электричество и какая-то эта звезда смерти местная, вон, стоит. Темный, страшный замок. Три месяца назад кочевники нашли ее, умирающей в Северной Сибирии. Уокер. Кейт Уокер. Родилась в Нью-Йорке, США. У нее с собой был американский паспорт. С прошлой недели она в клинике. Она поправляется. Ей уже лучше. Вы уверены, доктор Ефимова? Задержите ее там, до нашего прибытия. Я сделаю все, что могу. Можете рассчитывать на меня, полковник. Так, прекрасно, злые русские, очевидно. Какие-нибудь злые габисты, которые держат Кейт в плену. Непонятно, правда, кому она помешала. Она же ничего противозаконного не делала. Всего лишь пыталась найти мамонтов. Которые, казалось бы, умерли давным-давно. Глава. Привет, Кейт Уокер. Так, ну привет. Привет. Меня зовут Курк, Кейт Уокер. Курк из племени Юколов. Ты помнишь Юколов? Да, рисование, к сожалению, немножко напоминает игры от Тейл Геймс. Я плохо помню. Вот эти все вот, Игра Престолов. Была жуткая буря, снег, лед. Это Красавица и чудовище, или как там эта вот игра называется? А, правда, про этого. Волка среди нас в городе Вальсимбор. Как я тут оказалась? Мы, Юколы, переходим со своими снежными страусами в священные земли. Такой вот стиль рисования он нынче моден, но мне он, честно говоря, не очень сильно импонирует. Месяц назад мы нашли тебя, полумертвый, на берегу реки. Мы подобрали тебя и слегка подлечили. Потом мы продолжили свой путь. Сейчас мы оба находимся здесь для того, чтобы поправиться. Ну, тут можно выбирать варианты ответа. Что? Молчишь? И всё это происходит на клавиатуре. Ну, окей, давайте спросим, что случилось. Ты потерял ногу. Это несчастный случай. Знаешь, кочевников не все любят. Но ты за меня не волнуйся. Доктор Замятин попросил мастера из Вальсимбора сделать мне новую ногу. Он наденет её на меня. Считай, словно новая нога вырастет. Какой-то прокачанный кочерник. Почему ты привязан к этой койке? Это мадам Ольга, помощница доктора Замятина, решила. Она говорит, что я беспокойный, и это единственный способ меня лечить. Видимо, чтобы сделать ногу, нужно много времени. Между тем, мои люди без проводника и ждут меня со стадом, чтобы продолжить путь. Слушайте, странная какая-то история. Значит, глухая какая-то Сибирь, условно говоря. Снег, метель, холод, все дела. Кочевники, значит, которые живут сами по себе и ходят со своей группой, со своим руководителем, следопытом, направляющим и так далее. Какой-то вот этот темный, страшный замок, видимо, военных каких-то русских или ещё чего-то. И в нём почему-то держат вот одного из этих кочевников и не отпускают, и кормят, похоже, его сказками о том, что да, мы тебе сделаем ногу, дружище, вообще не переживай и так далее. Чё-то какая-то, какая-то тут тёмная история, друзья. Зачем Юколы совершают переход? Мой народ неотделим от снежных страусов, Кейт Уокер. Их шерсть защищает нас от холода, их навоз удобряет наши грядки, их мясо кормит нас. Ещё мы возим на них грузы и ездим вверху. Подождите, дружище, какие грядки, если вы кочевники? Поэтому мы должны следовать за ними. А они идут из-за погоды? Ну, Кейт Уокер, они идут в священные земли для размножения. Такое происходит лишь несколько раз за сотню лет. Редко какой Юкол может похвастать тем, что за всю свою жизнь был более чем в трёх таких переходах. А, понятно, то есть они не всё время кочуют, а это у них происходит с некоторой периодичностью. Тогда понятно, откуда грядки. Окей. Знакомые Юколы хуже говорили на моём языке. Впечатляет. В нашу деревню иногда заходили проповедники и торговцы. Они и научили. Я очень быстро учусь, Кейт Уокер. Без этого никуда, ведь мне предстоит вести свой народ. Не хочу обидеть, но не слишком ли ты молод для этого? Духи не принимают во внимание возраст, когда выбирают вождя Юколы. Он ещё и как лидер у них такой. Они не ошибаются, когда выбирают того, кто поведёт наш народ в тюрьме. Странный лидер, согласитесь, друзья. Извини, но спрошу. Твоя нога. Что случилось? Солдаты бомбили путь, по которому мы шли с караваном. Просто так. Чтобы напугать нас и заставить вернуться. А я был близко к месту взрыва. Кусок камня. Вот так. Хочешь сказать, власти сделали это нарочно? Как так? Они считают, что миграция снежных страусов пережиток прошлого. И племя должно, наконец, осесть. Но этого никогда не будет, Кейт Уокер. Мы не пойдём против духов. А духов Юколы боятся куда больше, чем солдат. Что же, Курк, была рада познакомиться. Надо, наверное, сказать теперь персоналу, что я очнулась. У меня всё хорошо, и мне незачем здесь оставаться. Конечно, Кейт Уокер. Во дворе наверняка кто-нибудь будет. Может, и мадам Ольга. Тогда получается, что это не госпиталь каких-то злых военных. То есть, злые военные бомбили, но вот это помещение к ним, видимо, не относится. Или, по крайней мере, напрямую не относится. Ладно, друзья. Странная, странная тут какая-то история. Вот курсор мышки появился. Сейчас я разберусь, как тут управлять Кейт вообще в принципе. Ага. Если мы подносим курсор к краю экрана, то он автоматически двигается влево-вправо. А какие-то активные точки, как у нас здесь теперь отображаются. Ага. В S&D мы можем входить. Кейт. С помощью этих клавиш. Ага, ага. И переход между локациями происходит автоматически, друзья. Сейчас я зайду обратно, осмотрю здесь. Сюда мы пройти можем, не можем. Вот, можем. Вот активные точки тут тоже такие прям активные такие. Мимо не пройдешь. Есть тут кто-нибудь? Вряд ли тебя кто-то слышал, Кейт Уокер. Попробуй нажать на кнопку звонка возле двери. Ну окей, спасибо за совет. Давай нажмем. Нет. Не работает, курк. Я видел, как им недавно пользовались сотрудники клиники. Осмотри механизм, Кейт Уокер. Может, ты его починишь? Ого, прям начинается все с классики. С починки электропроводки. И откручивания болтов. Крепко прикручено. Крепко прикручено. Но мне нужно что-нибудь. А у меня в инвентаре вообще есть что-нибудь или нет? Что-то тут Кейт Уокер есть в рюкзачке. Сердце Оскара. Прекрасно. И больше ничего, да? Так. Немного путаюсь в клавишах, друзья. Непривычное управление, в котором практически не задействована мышка, а больше задействованы клавиши. На клавиатуре. В эту игру и правда с геймпада играть удобнее. Что, не какой-то тут отверточки, монеточки, чего-нибудь острого нету? Плоского. Давайте выйдем на улицу. Какая тут вон шикарная веранда. Правда, почему-то снег пролетает, а ветер не дует. По идее, здесь должно быть очень холодно. Для ходьбы галышом. Шваберка. Ведерко. А вот у сундучка мы не можем что-нибудь выговорить с помощью этого. Открутить. Открутить пресловутый болт. Нет. Нет. А как тогда нам нужно его починить, друзья? Если у меня никаких подручных материалов нет. На этой полке тоже пусто. И здесь тоже пусто. Какая сложная задача-то нам в начале попалась. Крепко прикручена. Ага. При нажатии правой кнопкой мыши мы возвращаемся на предыдущий экран. Что-то я не пойму. Можно вот так вот осматривать все это. Вот здесь есть инструкция для чайников. Ну-ка. Это ее я пропустил. На этой схеме показано, как включить звонок. Но я ничего не смогу сделать, пока его не вскрою. Осмотри комнату. Уверен, ты найдешь что-нибудь, чем его можно вскрыть. Ну вот, а я бегал и искал самостоятельно. Понятно. Видимо, прежде чем сработает соответствующий скрипт, соответствующий диалог с этим безногим юколом, без этого нам не давали ничего осмотреть. Сейчас погодите. В комнату. Смотреть комнату. Осматриваем, друзья. Ну, пока ничего интересного я не наблюдаю. Ну, как я и говорил, в игре графика не супер новомодная, не супер прокаченная, но она, в принципе, глазу-то не мешает. Вот, ложка, например, какая-нибудь обеденная. Нет. Вилка, я не знаю, что тут дают. Ложки, наверное, скорее всего дают, чтобы... пациенты не проткнули себе какие-нибудь лишние части тела. Нет активной точки, нет. Чё-то как-то сложно, слишком всё, слишком сложно, друзья. Может, всё-таки надо в том сундучке порыскать, который я нашёл. Вот сложное управление ещё. Локации статичные, а персонаж ходит по ним. И из-за этого не очень понимаешь, куда ты идёшь, когда нажимаешь клавиши VSD на клаве. Нет, нет. Я не понимаю, нету активных никаких точек, друзья. Что за дела? Что за ерунда? Нет ничего, чем я мог бы вскрыть всю эту ерунду нерабочую. Что за бред-то, а? Я думал, что вот на этом столе что-нибудь подходящее найдётся. Но нет, я вон хожу по всей комнате. И ничего не наблюдаю. Как так? Как так? Объясните мне, друзья. Как мне быть? Ну, то есть вообще ровным счётом ничего. Может быть мне опять нужно у этого всезнающего чувака спросить? Да знаю, дружище. Ну, как мне его вскрыть? Я просто не соображаю, друзья. В чём моя проблема? А есть, кстати, здесь, интересно, подсветка активных точек? Ну-ка. Для чайников. Раз уж мы зашли в тупик с самого начала. Так, имеющаяся вещь, инвентарь, имеющиеся документы. Показать текущую цель. Перемещение персонажа. VSD. ZQCD. Это как? Окей. Окей, друзья, видите? А, во! Погодите, активная точка на супе появилась. Почему я раньше её до этого не видел? Я же говорил, что тут наверняка вон ножичек есть или ещё что-нибудь в этом духе. Вот это должно помочь. Попробуй с его помощью починить звонок. Ты как так? Я же до этого ходил, бродил, кликал, и по этому супу здесь не было активной точки. Не понимаю пока, как это всё работает, друзья. Ну да ладно. Будем разбираться. Инвентарчик. Ножичек. Так, о-о-о. Это ещё и мышкой нужно крутить, чтобы выкрутить болт. Вот они, нововведения в геймплей. Это современные, новомодные, да? Так, посмотрим, смогу ли я починить механизм. Не знаю, что делать. Может помочь та схема, которую ты заметила раньше. Да, чё тут всё очевидно? Вот красный воткнут, а вот провод, который не воткнут. Ну, нужно его воткнуть на место и всё. Всё против нас, всё против нас. Странно. Провод будто нарушно отсоединили. Да я понял. Подсоедини его на место. Погодите, а почему я нажимаю и ничего не происходит? Мне нужно обязательно взглянуть на схему. Ладно, может быть тут и провода перепутаны. Так, всё, погодите, друзья. Так. Э-э-э, провода, не сходите с ума. Сейчас, 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 сейчас на схемку. Схемку хочу. Ну, схемка очевидная. Тут, правда, не подписано, непонятно, где красный, где зелёный провод. Чё-то, друзья, такая какая-то тривиальная задача. Абсолютно ничего сложного нету в ней, во-первых. Но я вот сколько времени уже зависаю на этой ерунде, за то, что я просто не понимаю, куда и как кликать нужно в этом новом геймплее. Странно. Провод будто нарушно отсоединили. Не знаю, может его тоже ножом нужно подсоединять? Да нет, вроде. Зачем тут нож? Ножом можно было бы изоляцию зачистить ещё, если с ней было бы что-то не в порядке. Кейт Волкер, 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 Кейт. А-а-а, господи, помилуй-то, простите, друзья. Видите, как я долго тупил? Оказывается, вот он новомодный геймплей, то опять к которому я-то не привык совершенно. нужно нажать, да, держать кнопку мышки и мышкой, значит, ввести и вставлять этот провод туда, куда нужно. Вот оно в чём дело-то. Семён, Семёныч, да? Вот оно как. Так, ну ладно. Так, а как мне закрыть крышку? Так. Так же мышкой всё это делается, друзья. Вот, видите, теперь кнопка горит и в рабочем состоянии находится. Ну всё, я просто настоящий квестовик. Я справился с этой невыносимой задачей. Молодецкий токер. А я немного отдохну. Постарайся перед уходом зайти и попрощаться. Ну обязательно, если нас выпустят отсюда вообще. В чём я лично не уверен. Ух. Смотрите-ка. Расширилась. Пространство для наших действий. А вот сейчас вот игра выглядит уже гораздо лучше. Когда она рисует более общий план, немножко скрываются мульноватые текстурки в некоторых моментах, и картинка выглядит достаточно стильно. И вот в таком виде не бросается в глаза вот этот вот новомодный стиль рисования, как раз который меня немножко раздражает. он бросается в глаза на крупных планах, и это вот не очень приятно. ну а так-то вроде ничего. Так, лифт какой-то. Что тут есть вообще? Давайте изучим. Хочу побродить по окрестностям. В конце концов, это квест. И основная часть в квестах, основную часть времени занимает как раз выражение по локациям. Какие-то злобные доктора. Ладно, не злобные, просто непонятные пока. Но рука, у него ручище какая-то. Ёлки-палки. Видите, как пальцы в разные стороны смотрят. какой-то прям мордовар, вот они врачи. И пациентики тут какие-то стрёмные, суперстрёмные, я бы сказал. Смотрите, у них язвами лица пошли какие-то. Как будто они какой-то чумой болеют или ещё чем-то, я прям не знаю. Нет, может, потому что это они мне гвозди в голову и засыпают, пока я сплю. Очень может быть, дружище. Больше напоминает какой-то сумасшедший дом, чем больницу обычную. Так, там была какая-то дверь открыта. И была ещё одна закрытая дверь, в которую мы, видимо, могли войти. Вот сюда можно, я думаю, пройти, скорее всего, в какую-то оранжерейку маленькую такую или ещё что-то. Ага. 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 Всё, ладно, географии примерно разобрались. Поскольку активных точек здесь нет, я думаю, что нам нужно зайти сюда и поговорить с каким-нибудь лечащим врачом или кем-то подобным. и понять, чем мы вообще здесь делаем и можем ли мы отсюда свалить лицензионным способом. О, прекрасно, электрический стул. Ага. Вы проснулись, номер 10. Чем могу помочь? Я же сказал, что это какие-то злые доктора и какой-то сумасшедший дом. И хотела бы уйти. Учитывая ваше состояние, этот вывод кажется мне преждевременным и даже неразумным. Номер 10. Номер 10. Прекрасно. Ага. Какого состояния? Вы достаточно долго были в коме. Этим нельзя пренебрегать. И даже если физически вам стало лучше, могут оставаться серьезные психические последствия. Вы отказываетесь меня отпускать? О, конечно же, нет, мисс. Я вовсе не намерен злоупотреблять своим положением. Тем не менее, сначала вам надо будет пройти ряд тестов, которые должны продемонстрировать ваше выздоровление. Прошу, садитесь. Эээ, я... Что-то мне не очень хочется. Да-да, не бойтесь. Ну да, не бойтесь, конечно. Что-то ничем хорошим мне кажется, это не кончится. Не беспокойтесь о браслетах. Это простая формальность, часть плана лечения, составленного доктором Ефимовой, начальницей отделения. Ну давай, запускай свой тест. Назовите, пожалуйста, ваше имя, фамилию, возраст и место рождения. Меня зовут Кейт Уокер. Я родилась в Нью-Йорке, и мне 29 лет. Хорошо, хорошо, мисс. Прибор пока что подтверждает ваше слово. А, это какой-то допотопный детектор лжи? Вы тут используете детектор лжи? Ничего себе. Обычная процедура. Прошу, не волнуйтесь, лучше расскажите о своих близких. Вы с ними в хороших отношениях? Ну, насколько я помню, не очень читаю то, что мы не вернулись домой и перестали отвечать на их звонки. Форальбергом? Какой он Форальберг? Нет, сказать полуправду. Оскар был автоматоном, а Ганс Форальберг его создателем. Мы подружились, и я отправилась с ними в далекое путешествие по Европе. Это все. Признаюсь, меня интересует тот факт, мисс Уокер, что в своих путешествиях вы контактировали с народом юколов, с кочевниками, которые принесли вас в Альсенбор. Как вам кажется, чего нам стоит ждать от этого примитивного племени, дикарей, которые не признают законы, границы и цивилизацию? Ответьте, пожалуйста. Ну, давайте в данном случае не будем врать, мне кажется. Я думаю, доктор, что юколы живут в гармонии с природой, временем и пространством. У них нет повода изменять свой образ жизни. Вот отличный пример типичного американского идеализма. Возможно, вам следует немедленно вернуться в Нью-Йорк. Я уверен, ваши блестящие идеи найдут там должное признание. Я начинаю терять терпение. Давайте ничего не будем говорить. «Мисс Уокер». «Мисс Уокер». уже является ответом, мисс Уокер. Значит, вы хотите продолжить ваше путешествие. Опасное предприятие без цели и смысла. Какая жалость. У вас ведь было блестящее будущее в Нью-Йорке. Это не вам решать, доктор. Полагаю, наша беседа убедила вас, что мои травмы не оставили психических последствий. Поэтому я хотела бы немедленно выписаться. Конечно, конечно. Прошу успокойтесь, мисс Уокер. Простите, но я не привыкла к подобным допросам. Несколько лет назад я допрашивал бы вас по-другому, мисс Уокер. Должен признать, я иногда скучаю по старым, добрым, традиционным методам. По его роже это видно. Вы один из последних представителей исчезающего мира, мисс Уокер. Мира беспорядка, по которому никто не будет скучать. Этот ключ, как вы, не структурирован, не управляем. Если сможете покинуть этот этаж с его помощью, то докажете, что вы лечились окончательно. Перед уходом я хотела бы забрать свои вещи. они вон там. И что? Это все? И это так просто? Достижение называется «Пролетая над гнездом чокнутых». Серьезно? Нас даже никто не будет пытать? Никто не будет нам вставлять какие-нибудь щепки под ногти? Ну да. Цивилизация дошла и досюда. Видите? Традиционные способы даже здесь уже не в части, а всего лишь какой-то детектор лжи, который нам, к счастью, удалось благополучно обмануть. Так. Здесь тоже, видимо, часть современного геймплея нужно двигать мышкой. Обернитесь. Отвернитесь скорее. Правильнее было бы сказать. Да, русская озвучка, конечно, не шибко радует. но и не сказать, чтобы она была уж совсем отвратной. Играть можно. Я уже давно не видел игр, в которых персонажи были бы озвучены по-русски. Это не может не радовать. Все-таки заботиться о русских игроках, потому что когда играешь, слушать речь, читать субтитры и одновременно еще смотреть, что происходит на экране, очень неудобно. Поэтому я предпочитаю всегда играть все-таки с русской озвучкой, даже если она не самая такая качественная, прям скажем. Ну что, теперь нам нужно с помощью этого чудо-ключа, который дал нам этот сумасшедший доктор, который страдает от того, что не может никого по-настоящему пытать из-за того, что до него докатились современные технологии, с помощью его ключа мы должны отсюда выбраться. Давайте посмотрим. Наверняка наш осмотр нужно начать с лифта, потому что выйти-то можно только через него. Где там этот мега-ключ? ключ? Так, понятно. Это загадочка, видимо, как совместить вот эти штуки, чтобы они прошли в отверстие. О, да, друзья. я. О, да. Так, сейчас я, пожалуй, тогда это ускорю, чтобы вас не мучить. мне кажется, что как-то так вороты должно подойти. Ой. В чем дело, мисс Уокер? Я не понимаю. Ключ. Он не открывает. Я вас предупреждал. Вы еще не настолько поправились, чтобы вас выпускать. А я-то думал, что так все просто будет. Долгая кома может сказаться на речевых способностях. Но что же мне делать? Как насчет того, чтобы вернуться в палату, лечь и выздоравливать дальше? Посмотрите на меня. Я в порядке. Вы должны меня отпустить. Невозможно, мисс Уокер. Правило простое. Покинуть этаж могут только пациенты, сумевшие открыть дверь. что ж, раз вы мне не помогаете, я хочу поговорить с вашим начальством, доктором Ефимовой. Вы сможете это сделать, когда она придет на ежедневный обход. Но не рассчитывайте, что я стану ее беспокоить до этого. Понятно, что дело в ключе. Надо узнать историю вопроса. Так, изучите взятый с собой ключ. Конечно, конечно, так просто нас отсюда никто не выпустит. Из такого места живыми не уходят, я так думаю. Так, осмотреть ключ. Двигать указатель, чтобы найти точки интереса. Окей. Я уже знаю, что тут все работает. Проверим ключ. Отверстие. Похоже, из ключа что-то вынули. Я не сомневаюсь. Мой ключ испорчен наружу. Чтобы его исправить, мне нужно найти неповрежденную копию. Какие-то подлагивания в речи персонажа почему-то есть. Видимо, что-то не успевает прогрузиться, да? Нужно найти неповрежденную копию, а где же ее искать-то? Она может быть где угодно. Я бы, конечно, начал с кабинета этого сумасшедшего доктора, пока он бродит снаружи как раз. Но мне кажется, что он не настолько глуп, чтобы оставлять правильную копию здесь. Согласитесь, друзья. Что значит это многозначительное? Угу. Раздвигать предметы мышкой. ёлки-палки-то, а? Да тут ничего интересного вон, я не вижу. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да, Коля, да, Коля, мне нужно их двигать-то. Объясните мне, друзья, что мы хотим здесь найти. Мы хотим найти ключ, но ключа я не вижу. Может быть, мы здесь найдем какую-нибудь полезную нам схему или чертеж, но этого я тоже не вижу. Видите, у меня просто тупо какая-то свалка бесполезных книжек и карточек. Но нет, смотрите, она что-то достала отсюда. Тем не менее. Мышкой нужно перелистывать страницы, елки-палки. Наша клиника, добро пожаловать в медицинский осмотр каждый год, гарантия здоровья. Какой-то сказочный, значит, рекламный проспект. Вон, видите, такой накачанный мужик в майке с гербом Советского Союза. Я же говорю, что это злые русские гбисты. Это их экспериментальная клиника. Прямо вот оно самое. Различное лечение зависимости. Да, 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 и так далее. А вот тут вот про ключ. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Э, погодите, зачем что-то... А, может быть, ключ нужно использовать на эту фигню. оригинальный предмет датируем 15-м веком. Ничего себе, какая старая штуковина. Понятно. Судя по схеме, тут не хватает шпильки. Нужно это как-то исправить. Но как это сделать здесь? Теперь нам нужно искать шпильку. опачки, ящик-то она закрыла за собой, я надеюсь. Может быть, и в этом же кабинете есть шпилька, прям не отходя от косы, а, какая-нибудь? Скорее всего, конечно, нет. Таких чудес не бывает. поэтому нам придется еще, друзья, немножечко пошататься, пошататься по окрестностям. Никуда от этого не деться. Давайте вот в этот закуток еще раз зайдем. Здесь вот женщин-то, пациентов никаких больше нет, к сожалению, в этой больнице замечательные. Так, может быть, у кого-нибудь из них нашлась бы шпилька. так, Это точно. Я вообще удивлялся каждый раз, как она говорит по-русски. Классная больница. Мы очень разочарованы, что мадам Ольга теперь пускает сюда этих дегенератов с севера. Хватит, Антон, хватит. Мадам Ольга знает, что делает. Видимо, у неё есть причины пускать сюда этих грязных карликов. Баранур? Что за Баранур? Место такое. Чёртова дыра. Вы расскажете мне, Антон? Это всё, что я могу сказать, Кейт, Кейт Уокер. Не хочу вспоминать. Вы тут, правда, целых 20 лет? Да. Нас с друзьями оставили для обследования после той чёртовой работы в Барануре. Мы с Леоном тут чуть ли не последние. И особо не знаем, что случилось с другими. После работы в Барануре, и лица у них такие все повреждённые, явно это самое, копались в какой-нибудь шахте с радиоактивной рудой. А потом их всех списали в эту больничку. Я думаю, что история была, скорее всего, такая. Вы не подскажете мне, где здесь выход? Вон там. Но уйти не получится, пока не побеседуете с доктором Мангерингом. Да. Он решает, здоровы вы или нет. Тогда я вас покину. До свидания. До встречи, Кейт, Кейт Уокер. Да. До встречи. Да, озвучка, конечно, так себе. Но до встречи, пацаны. Играйте в шахматы дальше. Шпильки, я думаю, у вас точно нет. А с доктором мы уже беседовали. Но результаты этой беседы, к сожалению, не удовлетворительны. Ну, давайте бродить дальше, друзья, в поисках шпильки. В мусорке нет шпильки, нет. В мусорке, скорее всего, ничего нет. А вот здесь вот ещё что за куток такой? Наверняка вот и сюда можно пройти. Здесь ещё не было. А, не, нельзя. Никакого специального вида той местности нам не предоставляют. Вид той местности. Ну и сморозил же я чушь. Давайте с этими несчастными пациентами побеседуем, с кем можем. Свет, ветер, жар. Я всё ещё это чувствую. Мне каждую ночь это снится. Да, да, друзья. Это точно психобольничка. Только посмотрите на этих пациентов. А не в какую ещё другую палату мы не можем войти, а? Как вы думаете? Скорее всего, конечно, нет. Но где-то же шпилька должна быть в конце концов. Ты тоже видела мамонтов? Скажи персоналу, они тогда мне поверят. А драконов тоже видела? Нет, драконов мы не видели, к счастью, дружище. А то, что ты видел мамонтов, я в этом сомневаюсь. Вот, я разобрался наконец-то, как работает система активных точек. Не очень привычно, не очень удобно, друзья. Потому что, например, когда я стою на таком расстоянии от этого чувака, я с ним поболтать не могу, поговорить с ним. А как только Кейт подходит к нему ближе, то у меня появляется сразу активная точка. Поэтому нам нужно подходить ко всем тумбочкам вот так вот вплотную и всё рассматривать ко всем дверям, соответственно, чтобы проверять, нет ли на них активной точки. Да, друзья, это, конечно, не прикольно, честно говоря. Так, он ещё с этими санитарами стоит, беседователя. Лучше их не злить. Да уж похоже на то. Так вы проснулись? А доктор Ольга знает? Нет, не знает, потому что её здесь нет. Здесь есть только её злобный прихвостень. Видимо, доктор Ольга, по крайней мере, по описанию местных, не самый плохой человек, раз она пускает сюда этих северных людей. И, видимо, она запретила классические эксперименты над пациентами, что тоже можно приписать ей как заслугу. Кое-кому следовало бы поговорить с ремонтниками. А что там не так? Какие-то провода оборвались или что? Кое-кому следовало бы поговорить с ремонтниками. Подождите, может быть я... Нет, мышкой я здесь ничего не могу сдвинуть. Ремонтники, ремонтники. Да, друзья, ну в общем вот такой вот геймплейчик в Новой Сибири. Непривычный. Современный, новомодный. Но я не могу сказать, что он мне категорически не нравится. По крайней мере, он вполне себе квестовый. Вот что я хочу сказать. То есть здесь пока нету никаких раздражающих КТЕ. Правда, тут вопросики на время были, видимо, в этом детекторе лжи. Потому что доктор периодически начинал говорить, что он теряет терпение, что вы молчите и так далее. Надо было, кстати, попробовать вообще ничего не говорить. Произошло бы что-нибудь или нет. Потому что я терпеть не могу вот эти все диалоги, ответы на время, когда ты не успеваешь прочитать и сообразить, что за варианты ответа тебе вообще предлагают. Ну, слушайте, что-то я все изучил вообще. Вообще все. И у нас, получается, есть только наша палата. Активная точка. Мы можем в нее войти. И кабинет доктора этого. И все. В этом зале никаких активных точек, кроме той, про которую Кейт сказал, что нужно поговорить с ремонтниками. Нету. Странная штука, в общем. Дружище, а ты нам что скажешь? Как дела, Кейт Уокер? Скоро ты выпишешься? Боюсь, что нет. Ты вроде расстроена. Что такое? Мне дали какой-то ключ, которым надо открыть дверь, чтобы выйти отсюда. Тест такой, понимаешь? Тест я прошла, но ключ все равно не работает. А когда я сравнила его с оригиналом, стало ясно, что он испорчен. Мне кажется, что нас тут пытаются удержать любыми способами Курк. Против нашей воли. Это серьезное обвинение. Ты уверена? Что такое, Кейт Уокер? Да, дружище, не нервничай. Давайте выберем вариант доказательства с пользой. Схотится. Про параноикой я не буду говорить, наверное. Все сходится. Сначала ключ, который не отпирает. Потом койка, которой ты привязан и ждешь протеза, которого нет. Вообще, я сильно ослабел с тех пор, как меня стала лечить мадам Ольга. Она говорит все нормально, говорит временные побочные эффекты. Нам надо выбираться, Курк. К сожалению, я не смогу вынести долгую миграцию страусов без механической ноги, Кейт Уокер. А вот ты, ты можешь и уйти. Но как? Покажи мне модель ключа, о котором говорила. А, ну почему, почему у меня кто-то именно в этот момент начал долбить стены, что-то сверлить, друзья? Почему в субботу кто-то делает ремонт вообще, а? Покажи мне оригинальную модель. Что вот за дела? Вот прям, прям главное, подо мной сверлит, долбит, и это все отдается в микрофон. Я думаю, вы слышите. Так, а что он у нас спрашивает? Так, модель, модель ключа, это он про ключ. Покажи мне оригинальную модель. А, оригинальную, вот она. Так я и думал. С помощью модели кузнец моего племени сможет сделать твой ключ. Если, конечно, ты сможешь ему ее отправить. Вряд ли у них тут есть курьеры. Выйди на балкон комнаты, там рядом гонец от нашего шамана. Через него я общаюсь со своим народом. Можешь отдать ему ключ, он отнесет его к кузнецу. Ясно. Спасибо, курк. Та, а я-то ходил, бродил, друзья, искал шпильку. Ну, думал, что в этом все дело. Оказывается, нам нужен шаман. Нужно ему каким-то таинственным способом передать, значит, вот эту вот брошюру, что нам там какой-то мега кузнец вытачит этот ключ и так далее. Слушайте, да. Но не ищет здесь легких путей, в общем. Но я понимаю, что, скорее всего, мы должны потом будем найти механическую ногу и сбежать вместе с этим чуваком из этого злого, страшного местечка. Но, друзья, я думаю, продолжим в следующий раз. Мне пока все нравится. Пишите свои комментарии, впечатления от Третьей Сибири. И спасибо моим дорогим подписчикам за то, что подарили мне вовремя эту игру. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, вступайте в мои группы ВКонтакте и Фейсбуке. Все ссылочки всегда есть в описании под видео. И спасибо вам большое за внимание, за просмотр. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok